АПЛОДИСМЕНТЫ Соперник, судя по скорости исполнения, явно все это смотрел. И, скорее всего, с участием в сильных компьютерных программах. А я, то есть Владислав Артемьев, вижу эту позицию первый раз в жизни. Вот у него были сессии, он работал с молодыми, с юными индийскими шахматистами, проводил сборы на берегах индийских морей. Ну и предполагается, что Владимир Крамник преподал кое-какие уроки и некоторые дебютные идеи индийским мальчишкам показал. И вот эти, и поэтому индийские мальчики сейчас в дебюте здорово удивляют. Есть такая вероятность. Не стану отрицать, что вероятность, вау, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вариант Ботвинника достаточно редкий гость в современной практике, но при этом, вот видите, на втором плане там Санан Сюгеров у нас сидит. Но при этом, если кто-то из вас захочет узнать, а как же опровергается вариант Ботвинника, то тут будут очень серьезные трудности. Опровергнуть его по-прежнему не удается. И когда черными играют такие люди, как Алексей Широв и некоторые другие, более того, заметьте, что конь бьет Б5. То есть приглашают беленьких откушать эту пешку, потому что ответные взятия невозможно. Либо Ф4, либо А4 пытаются свергнуть пешку на Ж5, ну и вскрыть линии, то есть в первую очередь вертикали для атаки. Ежели получится так, под такую вилочку, Е5, ну и надо доказывать, надо доказывать, что здесь есть какая-то компенсация. Ферз, ФСБ, 8, например, есть. Ну, может не получиться, короче. Говорил белых над доской, пешку съел и говорит, что все у него замечательно. Так, какие у нас еще пары, я просто пытаюсь, если есть какая-то вывеска, скакательным, интересным и по-своему заманчивым. Слушайте, Сюгеров тоже, замечаю шах на этой какой-то, может приплыть в случае ответа. Тогда пробили, и я не вижу, кто бьет на Д1. На комью Д1 конь Е4, успешный ход. На ладья Д1 снова ладья Т1. Соответственно, организм как-то реагирует на этот холод очень нервно, очень упадок сил, может, там, ну, говоришь. А потом, а потом ботвинник сказал только одну фразу. Вот смотрит на позицию, сказал одну фразу, что черным надо поменять одну пару ладей, для того, чтобы уменьшить атакующие очевидные. Давайте посмотрим. Сначала крупным планом, крупным планом. Вот индийские ребятки работают. Кстати, заметьте, какие они усидчивые. Наши, наши, ну и российские, украинские, вообще европейские ребятки, в таком возрасте, если они делают ход, как правило, встают и убегают, и Спасскому, и другим нашим мэтрам. Ну, надо находить людей, которые помоложе, которые пободрее, которые более роботоспособны, которые могут, что называется, таскать рояль. Так, спасибо. В зрительских стольках. Давайте снова крупным планом смотрим на ребят, на бойцов. После хода Б3, видите, как схватился за голову китайский шахматист, так и не отпускает. Просто он в ужасе. Он метнул коня на С4 для того, чтобы атаковать, матовать и вообще всячески малыша обижать. А теперь видит, что малыш не лыком шит и, в общем, вынуждает откатиться назад, и пешки на И6 где-то будет падать. Се ля ви. Так, ну что, начинает, наконец-то, играть, ушел, так и может вернуться за этой пешкой, да? Ну, в общем, интересно. Интересно, кстати, выглядит. Но досчитать до конца, я прекрасно понимаю, что патч головы, слушайте, где-то сейчас на С6 где-то рухнет. Какая-то деталька, да? Ой, рухнет. Что-то с чем-то. Ну и пешку С4, кстати, немножко придержали. Вот это тот случай, когда конь на краю доски, это не сколечко, не позор, а наоборот, очень сильный боец. Так что Алексею все равно придется сейчас еще посражаться. Ну, давайте посмотрим, чем там занимаются. Ой, прогнонадка-то что сделал? На Е4 сыграл Б4. Так, ну это заявка на какие-то, как бы это сказать, школьник, да? Как этот маленький пятиклассник, да? Может играть настолько сильно, но это же невозможно. Вот когда видишь подобные чудеса, все время такое ощущение, что происходит что-то удивительное. Да, вот выходит, повернул бы наоборот. Считаю, что как минимум вот с таким преимуществом должен лидировать не помощь. Но это моя, моя точка зрения, я вот так вижу мир. Сыгра на Ладяев 4. Вы посмотрите, что делает Пагнонадхат, а? Ну, какой же все-таки малец? Какой же все-таки боец? Ну, понял, что бить надо быть, что черные уже будут как-то спасаться. Но пока надо избавиться от связки. Вот если, что касается схода конь Д5, то тут важно короля просто вовремя вести. Ну, король Б8, конь Д5. Можно просто Ладья Д8 сыграть, да? Он сыграл король Б8, кстати. И вот что на конь Д5? Знаете, на Ладья Д8 неожиданно обнаруживается ход С4. Так. Как сыграл Мамедов? Он сыграл ничью. Яну нужно найти своего Рогозина. Ну, вообще у него есть свой Поткин. Есть своя... Есть свой Кишнев, есть свои Спирткин. Что-то сделал. Владик что-то сделал. Он дал шах на Д1. И потом слон Ф6. Вот в таком разрезе. Теперь играть Ц3 нельзя из Ладья Д2. Интересно. Интересно. Вот. Ну, и Белому королю надо куда-то текать. Бьет А6. То есть, прежде чем есть коня на Ф3. Да, комь бьет А6, смотрите, молниеносно как хватает. Прежде чем брать чужого коня, он отдает своего. Слушайте, здорово. Просто здорово. Ферзем-то бить нельзя. Там Ладья на Д8. То есть, Ба еще приоткрывается. Черный король и здесь Ферзь бьет. Это вчера взял и Сергесяна уничтожил этот парень. Бахарат. А до этого он, кстати, Михаила Антипова обыграл. Российского гроссмейстера. 2-562. Ну, достаточно. Выйдет на отметку 3,5 из 4. Вообще что-то невероятное. То есть, так сильно играть, ну, это что-то вообще запредельное. Итак, сыграно Ферзь Е6. Ну, я уверен, что сейчас куда-то Ладью будет отправлять вперед. И черный будет совсем худо. Совсем худо. Ладья Е4 элементарный техничный ход лавы, который пошел на этот вариант. Теперь даже ЦТ ход имеет недостаток. Да, просто сломает ЦТ и побьем. Там, наверное, черный будет большое преимущество. А куда идти? Король А4, да? Здесь возникает какой-то смешной вопрос. А, пожалуйста, сколько этому парню полных лет? Вот 12 или 13? Просто любопытно. Хм. Говорят, что это внебрачные сыновья Ананда. В несколько, в несколько. Вот. Осталось только кое-что посчитать. Ну, так как у Собра Мняма есть 11 минут, а у соперника только 3. Ну, что-то мне подсказывает. Шестое, седьмое чувство. Сыграл и принял бы капитуляцию соперника. Совсем, совсем плохой король. Ферз Е4. Совсем элементарный ход. Здесь уже не нужен никакой компьютер, чтобы понять, что черный король абсолютно беспомощен. Смотрите, схватился за голову китайский товарищ. Вот если сейчас белый ферзь, давайте вот такая ситуация. Ну, хоть какое-то отклонение от первой линии мы увидели. Ну, во всяком случае, я вздохнул немножко так с облегчением. Итак, это сороковой ход. Все равно ученых совершенно безнадежной позиции. Двух пешек нет. Король слабый. Е4, скорее всего, не помогает. И поэтому переключаемся к Артемию, где наступили решающие события. Так. Е5. Так. Ладья Ф3. Б5. Прагнананха идет вперед. С5. Вот это да. Ну, на самом деле, видимо, король на А4 расположен настолько неудачно, что индийский малыш решил как можно быстрее активизироваться. Ну, и в результате попадает в неприятный переплет, потому что пешка на 2 уже совершил железный дровосек, не двигается с места, маслица в него никто не заливает. Ну, я, правда, контролю четко и белых не вижу. Дальше-то что? Ну, король черных централизуется. Может быть, тогда, правда, пешка и побежит. Ну, ладно. В общем, будем надеяться здесь на 6 весит. И тогда... А, ну, кстати, все равно никакого облегчения не будет, потому что белые начинают тяжелую фигуру черного короля здесь убивать. И это убийство будет очень быстрым. А раз так, тогда остается ход ладья. Ладья в Е6. И здесь что мы делаем? Наверное, возникают определенные союзы. Да, то есть индийские мальчики и девочки приехали большой-большой толпой, ну и вместе, дружно там обыгрывают местных. Местных. И местных. Ответ соперника последует. Либо А4, либо король С4. Я только два разумных хода вижу. Что касается хода конь Д5, размен на Е6, мне кажется, пишите в донатах, и я, как говорится, к вашим слугам. Так, вот теперь мне в ответ задают вопрос, сколько лет этому молодому шахматисту. А я уже знаю, 12. Дорогие друзья, вот этот палень в курточке, ему всего лишь 12 лет. И он, ну надо сказать, что производит гигантское впечатление. Так, сыграно слон Е7, король С4. Ну, не исключено, что это какая-то ловушка, да, чтобы где-то ладья взяла на Е5, слон вернулся на Е6, и белые как-то погорели, хотя... Хотя вот сейчас конь Д5 есть такая... Такая идея. Ну, мы видим, что Субрама Ням отправил ладью на А6. Король С6 пока сыграно, да. Ну, и ловушка заключается в том, что ладья Е5, видимо, сразу. Сразу ладья бьет С3, слон Ф6, король Д6, да, но здесь белые внезапно сдаются. Слон бьет Е5. То есть даже не стал пешку на С3 ставить. Ну, в общем, скажу я вам, здесь еще надо будет проявить определенную сноровку. А вот торопится, торопится. 39-й ход опять. Ну, надо за этой пешкой все-таки следить. Сейчас она там будет идти. А если король Б6 под вилочку подставляется, ну, я бы сказал, что... Некоторые есть вопросы. Хотя просто слон Д6, может быть. Слон Д6, ладья вернулась, и пешка... Ход. Ну, малыш, давай-давай-давай, А6. А6 надо играть. А он побил на Ф4. Ну-ка посмотрим, что это такое. Ну, видимо, видит конкретную ничью, да, когда белый король приближается и съедает. Ладья Ф4 ЕФ. Ну, давайте посмотрим. Кстати, белым не торопится менять ферзей. При четырех ферзях поиграть немножко в шахматы. Ну, то есть один ферз располагается, скажем, на С7. Потом играем А4. Ферз идет на С3. То есть попробовать выжать максимум. А, может быть, в моих недрах. Ну, эту самую партию вы можете найти. Максим Ноткин на ней писал. И в журнале 64 в своей книге, которая называется «Моих ферзей. Стремительный уход». Вот. Так что... Ну, конечно, были еще ситуации... Вот когда четыре ферзя стояло на доске, таких партий вообще было огромное количество. Огромное. Ну что, давайте посмотрим, как эти ферзи у сына Гоши. У меня... Ну, хорошо, мой Гоша помладше все-таки. Моему сыну Гоши 10 лет. Это... Да. А этому мальчику 12. А вот, видите, гуляет, гуляет, танцует. Хотя, конечно, в южных народах не всегда можно так четко определить возраст по внешности. Это уже Селеви. К этому размену. Ферз С4. Король А7. Ферз А4. Да, и вот здесь знаете, в чем сложность. Не удается разменять ферзей, сохранив структуру. На ферз А6 жестоким наказанием станет... Ну, допустим, ферз А8. Да, и уже получается триджечный пешки. Это позицию, наверное, никто играет. Ладно, но тут, конечно, вопрос о технике, да, об уровне мастерства азербайджанского шахматиста, пока он сопротивляется гениально. Стоп! Подождите! Здесь шах ферзь Д5. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Здесь же диагональная... Диагональная... Диагональная хитрость. Король ни на Ж8, ни на Ж7 не попадает. На этот ход вот сюда. Ой. Так, это... Это... Это вечный шах. Стоп. Здесь шах. Поехали. Ферзь Д5, ферзь Д4. Шах. Король идет на Е3. Да, завершаются шахи. Теперь на короле 6 ферзь Е5, на ферзь С5 ферзь Д4. Ну, в общем, я немножко даже перепугался. Я очень желаю победы сейчас молодому индийскому шахматисту. Ферзь Е2, вот. Только не надо торопиться, не надо спешить. Вот если поспешишь, как я, вот, например, короля попробуешь на Ж8 отправить, вот тогда людей не смешишь. Ну, а на самом деле позиция, конечно, должна быть по-прежнему очень-очень выигранной. Ну, давайте... А, Железо говорит, что можно еще короля отправить на Б8. Кстати, отличная идея. Вот где на самом деле надо скрываться. Надо скрываться там, где черный король расположен. О, так это еще лучше. Вместо того, чтобы защищаться, надо атаковать. Пришел на Б8, на любой шаг защищаешься ферзь Е7. И компьютер, знаете, какую пишет оценку? Очень жесткую. Мат в 10 ходов. То есть осталось играть примерно 10 ходов этой партии. Все. Уф. Уф. Давайте я сейчас крупно покажу. Ферзь Д5. Тогда. Опа. А, тут просто завлекаем черного ферзя на плохую позицию. И возвращаемся на Д6. То есть сделаем вот такого круголя. Давайте. Так, 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 так. И все. Дальнейшие шаги завершаются. Куда пошел? На Д4. Ну вот я был уверен, что король отправится вперед, а он на Д4 отправляется. Ну и что? Ага. Вот на ферзь С5 король Е4. На ферзь С6 король Ф4. Да, шаги кончаются на ферзь Е5. Как только централизация происходит, хотя бы одного белого ферзя, так, в общем-то, можно уже не думать ни о чем. Итак, король Д4. Король Д3. И в ослаблении как раз содержится риск. Ферзь С5 сыграно. Я почти уверен в ходе король Б2. Мне кажется, он просто наметил себе такой маршрут. Что у нас произошло? А, 60 ходов и соперники еще по 15 минут получают. Король Б2 быстро сыграно, да? Ленивое движение. Ленивое движение до изнеможения. Ферзь Ф2, король С5, ферзь С5, Б4, ну и там тоже. Подождите, а там не будет никакой патовой идеи? Ферзь С5. И он не играет, и он не играет, и он не играет Б4-то. Почему? Дружище, что ж ты творишь-то? Смотрите, он начинает расстраиваться. Кашель-то просто в высшей степени элементарно. Сыграл Б4, закрылся от шахов. Он играет король Б2, после хода Ферзь Ф2 начинает, начинает расстраиваться. Только не скажите мне, что партия закончится вечным шахом сейчас. Это что за дикая какая-то аномалия? Так, малыш, слушай, ну выпей ты немножко водички, глотни свежего воздуха, выигрыш два хода, у тебя есть. До этого сложнейшие проблемы за шахматной доской решал элементарно. Я представляю себе, что скажут на эту тему злые языки. Я представляю себе. Нет, ну это же просто невозможно. Причем он не выглядит изможденным, с особенным вкраплениями. Так, смотрите, Ферзь пошел на Е3. И это, кстати, гораздо лучше. Потому что теперь, если сыграть король Б2, тогда Ферзь Д2. И на король А3 уже, видите, ничего не получается. Да, то есть теперь скрываться на А3 поздно, да? Потому что шах последует не на Ф2, а на Д2. Ну показываю, да? Сейчас, 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 сейчас. То есть на король Б2, Ферзь Д2. Ну и здесь в углу просто делать нечего. Подождите, это просто ничья сразу, да? Так шах, так шах, так шах, а так даже мат, да? Итак, после Ферзь Д2 надо играть только король С4. Ну, то есть после ферзь Е3 вот сейчас, да? Единственный ход, но он выигрывает. Понимаете, он просто выигрывает, причем легко. Король С4. После ферзь С5, король Д3, так мы уже стояли. Вот это уже стояло на доске. И малыш не сделал ход, король Е3. Король С4. Ну, просто немножко повторяемся, да? Чуть-чуть повторяемся. Посматриваем вот так на соперника. А китайский шахматист сейчас смотрит. А нет повторения ходов-то у нас? А ну-ка, давайте посмотрим. Вот по ощущениям нет, друзья мои. Ну, Б5 абсолютно бессмысленный ход. Вот там король выбегает, и уже точно не будет никаких идей вечного шаха. Посмотрите сейчас на Владика. Он снова страдает, очередного клиента выпускает. Клиент уезжает, гипс снимают. Ну, в общем, все как в нашей фильме «Бриллиантовая рука». Не получается снова у Владика выиграться. Он играет С5. Да наверняка все видит. Конечно. Но теперь это уж точно, и мы побежим вперед. Теперь это уж точно. И я бы сказал, восточно. Ну, король Д5. Допустим, ферзь. Вот я показывал вариант. Ферзь Б5, король Д6. Ферзь С5, король Д7. Ферзь Д5, король... Король С7. Теперь ферзь С5 бесполезно. Король уходит на Б8, и уже... Да, все у него получится. Давайте я на всякий случай посмотрю, нет ли тут действительно какой-то вечности. Да нет, какая к лешему вечность. Опять-таки мат в 10 ходов. Ну, мат в 10 ходов, ничего не попишешь. Ферзь Б5, король Д6. Ферзь С5, король Д7. Все правильно, дорогие зрители. Все абсолютно верно. О, а прогноланка-то какой красавец. Посмотрите. Он действительно пешку на А8 превратил в ферзя. А я говорил вам, что ферзь у белых пройдет. И кто скажет, что я ошибался. Ферзь действительно прошел. Но это не моя вина, что он прожил ровно одно мгновение. Его тут же съели. Конь С7. И потом Конь Е6. Дальше будет сыграно. Уже сыграно Король Д7, Конь Е6. Ну, и Владик сейчас откровенно грустит. Потому что, потому что белый конь вот направляет. Теряются все пешки, какие можно и какие нельзя. Да, ну здесь не о чем разговаривать. Ну хорошо, единственная интрига в абсолютно выигранной позиции то, что вот маленький мальчик из Индии. Сейчас сыграет ли Король Д6? А он по-прежнему начинает расстраиваться. Осталось только исполнить. А вы знаете, китайский шахматист сейчас имеет полное право посмотреть на бланк повнимательнее. Повнимательнее надо. А не получилось ли так, что малыш здесь уже сам себя запутал? Так, ну, Владик, я вижу, что... Владик, ну-ка, 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 Владик. Сыграл у нас Король С6. Конечно, меняться на С5 не рекомендуется. Конь Ж6, Король Д5. И Конь Е5. Доедаем. А знаете, как он сыграет сейчас? Король Ф5, Король Ф4. О как. И побежали. И побежали. Пешку Ф будем проводить. А ну-ка, кстати. А ну-ка, девочки. А ну, красавица. Конь Е6, Король Ф4. Ой. Ой. Ну, правда, а дальше-то что? Если Король попадает на Ф1, это уже точно ничто. А, кстати, как он попадет? Шажок. А ну-ка, иди сюда. Сладкий. Ну, правда, я идей не вижу. Даже Король Д3. Дело в том, что если Король Ф5, тогда... А, не, Король Ж3. Именно Король Ж3. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, в общем, как еще поморочить-то головушку. Да, Король Е5, он пошел. Он бьет А6. И Владик сейчас сыграет Король Ф4. Слушайте, а в черных не выиграно, случайно? Я так посмотрю. Да нет, конечно. Не должно быть. Не должно быть так по рисунку. Но какие-то нервы еще остались. Это как же черный Король умудрился? Сначала он с поля Е6 успел добежать до поля А8, а потом сумел и назад тоже уйти. То есть просто как метеор, да? Просто как какая-то ракета-комета. Ну, правда, белые тоже время тратили не зря. Откушали весь ферзовый фланг. Королевский фланг черных. Ну, в общем, еще здесь практически задачи перед черными, перед белыми некоторые стоят. Стоят. Ну, ничья, видимо, делает Владик сегодня снова не сможет выиграть. И застревает. Да. А Субар Манья ставит ферзя на Д2. И вот сейчас он, кстати, короля может уже вести в угол. После хода фержи 1. Заметьте, после хода фержи 1 можно смело бежать в уголок. Чтобы никто не уволок. Король Д3. Король Д3. Ну, и вот куда-то вот сюда прийти. И подскажите мне, если король стоит на Д2, с какой стороны черный ферз может давать шахи? Да не с какой. Просто потому что обе стороны под контролем белых ферзей. Вот как-то так. Да? Вот как-то так. Ферзь Б1. Ой. А как, погодите, это у меня ферзь А1. Пять. Ну, заметьте, что малыш-то сейчас убежал куда-то. Он, наверное, всё давным-давно понял, всё посчитал. И Владик тоже посчитал. На ход слон Е7. А, слон Е7 он всё-таки играет. Ну вот, друзья, вот началось. И сейчас мы должны в темпе блица увидеть ход конь Е5. Дайте я только с компьютером проверю, спасает ли этот ход. Вообще, железо говорит, что и конь Е5, и даже меланхоличный ход конь А6 спасает. Фантастика. То есть, на самом деле, можно конём даже ставить. Не, ну конь Е5 сыграл, мгновенно сыграл Пагнананха. Всё-таки. Ну, возможности этого парня замечательные. Да. Ну и тут уже не о чем говорить. Ф2. Король Ф2. Да, да. Ну давайте вот просто, да. Я просто этот вариант показывал. Король Е2 уже сыграно. И. Король бьёт Е5. И соглашаемся на ничью. Да. Король бьёт Ф2. И надо пожимать руки. Ну. Улыбнулись так много. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...